добрый вечер уважаемые дамы и господа натан включи мне пожалуйста демонстрацию возможно демонстрировать мы продолжаем наш великолепный курс поздравляю вас с окончанием трех недель траура и полутраура вот сейчас уже приближаемся к 15 числу месяца а вот и сегодня мы постараемся разобрать шестой параграф книги говорим и начало седьмого параграфа до конца недельного раздела как это называется ваэт ханан что значит я молился это второй недельный раздел книги говорим в этом разделе нас много интересного у нас и субботники душ и 10 речений вторая редакция и шма и сраэль первая часть но в основном мы эти вещи уже разобрали а вот шестая глава у нас осталось и по моему 10 суким из седьмой главы еще раз отдельное спасибо анне которая подготовила для нас материал и так я включаю демонстрацию и мы с помощью ночи на чинаем так пожалуйста дуарим парк ва вазот и вот заповеди и законы и можно сказать установление восстановление которое приказал который заповедал всевышний бог ваш обучать вас обучать вас им этим законом делать в стране которая вы вступаете да овладеть ею да вы обладеть ею да вот но это дословный перевод смысл понятия страна в которую выступаете так но кто еще не знает обратите внимание что слова метсаве и слова цива да и еще словом митсва все это однокоренные слова так ну вот замечательно значит вот ле ламмед корень ламмед реализуется в двух биньянах биньяне пааль ламмед ламмед это значит обучать обучать других почему сказано бог ваш потому что вся книга дворим представляет собой речи моисея которые он сказал перед смертью своею да всевышний их зафиксировал и продиктовал ему обратно дабы он их записал в книге в святке торе торе в книге дворим так передаю микрофон а не и она нам разберет пасок бет так вот так элеман тире а этажем лукеха лишь морет коль хуке хука в митсвата вашер аннухи митсавха мицов ха мицавеха мицавеха а те ауаннеха в венман не ха у пять говорить о вен ха у венх вен ха коль я майха あー Play полироваться я меха так а не я прошу прощения что перебил вас меня просто просили Значит, есть такое правило, когда чтец читает в порохе на годе по свитку, если он прочитал не так, как должно быть прочитал, но смысл остался, его даже не поправляют. Но поскольку люди следят и могут обратить внимание, да, а как правильно, это я ошибся, меня просили даже и в таких случаях поправлять. Вот тут одно слово вы прочитали не так, как написано, хукотов, хукотов, вот оно, смысл тот же самый, да. Так, прошу вас. Допустим, ладно. Так, чтобы боялся ты, Господа Бога твоего, их соблюдая, или чтобы соблюдал все его законы и постановления, или законы и забоведи, которые я заповедовал тебе, ты и сын твой, и сын сына твоего, все дни жизни твоей, для того, чтобы продлились дни твои, удлинились, буквально удлинились. Я, 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 и худо, от слова арох, арох длинный. Спасибо, Анна, все правильно, все правильно. Чудесно. Кому мы передаем микрофон, Тимофей, окажется, сегодня с нами, да? Тимофей, да, просим. Да, да, я тут, шалом. Шалом, шалом. Вешамта, шамата, Исраэль, вешамарта, ласот, ашер иитав, лиха, вашер тирбун, меот, кашер дибар, ашем, алгей, автеха, ах, арет зават, халяв, удваш. Да, именно так. Так, и слушай, Исраэль, и охраняй, соблюдая, делать. Сохраняй, делать, да. Да, сохраняй, делать, которые и тав. От слова кто будет делать хорошо. Да, которые будут делать хорошо тебе, и которые умножат очень Тирбун. Тирбун. Правильно. Это умножит тебя буквально, да? Умножит тебя очень. Как сказал Всевышний Отцов Твоих. К тебе. Да, да, да. Так, земля текущая молоком и мёдом. Молоком и мёдом, да. Совершенно верно. Так, одну минуточку, я вот тут вот проверю правильность перевода. Так, 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 так. Это шестая глава, который у нас номер? Гимель. Гимель. Да, чтобы хорошо было тебе. Да, совершенно правильно, да. Тут форма такая нестандартная, вот, ну, ну, кажется лишним, но это, так называемая, полная форма будущего времени. Я арихун, может быть, я арихун. Да? Так, да, спасибо. Спасибо, я, на что тут я хотел обратить внимание? Как будто слово пропустит, должно быть, в земле текущей молоком и мёдом, но вот в, как будто нет. Так, каша либка, да. Там нет этого привода. Хотя сказать, что там же на самом деле не молоко, а сливки. Халяв? Халяв. Халяв в современном игре, все молоко вполне. Имеется в виду, что в то время молоко не держалось вообще. То есть его сразу перерабатывали либо в сметану, либо в сливки, что-то такое. Только козье оно было, по-моему, да, нет? Да нет, почему? Да, да, коров выращивали только для мяса, да, всё верно, только козье было. Ага, как интересно, да. Ну, я знаю, наоборот, про слово «деваш», что имеется в виду не пчелиный мёд, а мёд финиковый. То, что сейчас называется словом «силан» и тоже продаётся. Да, да, да. И он очень невкусный такой был, по-моему, да? Вы знаете, нет. В малых дозах ничего так. Иногда им можно заменять коричневый сахар. Неплохо он идёт в морковник, в цимис. Я заливал им кружки лимона, и получалось нечто вроде такого холодного чая. Интересная такая штука. Финиковый мёд, да. Так, спасибо, Тимофей, всё правильно. Так, теперь далее, пожалуйста. Ага. Вот Анна всё выделила жёлтым цветом, а жёлтым выделяется, значит, что мы посмотрим? Именно собственные и слова, на которые стоит обратить внимание. Так, кто нам читает Далит? Анна, распределяйте. Так, ну Юля, наверное, так. Людмила, у меня, значит, Юля. Давайте, Юля. Мои любимые словечки. Хватит, давайте вот это переведём. Ну, это все знают. Да нет, будем надеяться, да. Да, душа Израиль, Бог один. Тривычный Бог наш, да. Тривычный Бог наш, Бог один. Полюби всем сердцем твоим, всей душой твоей. А вот это моё вдох, это как силы твоей. Давайте дословно, и ты будешь любить, да, Бога всесильного твоего, да, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем, вот, слово моёд означает очень, да. Я слышал такой перевод неформальный, и всем твоим очень-очень. Иногда, говорят, и все возможности твоей, это нечто описательное, точно тут перевести нельзя. И всем, что есть у тебя. Иногда, значит, опираясь на комментарии, говорят, всем имуществом твоим. Вот, иногда всем, что у тебя есть. Но смысл более-менее понятен, да? Да. Спасибо, Юля. Спасибо, значит, мы прочитали Далет и Эй. Так, хорошо, давайте теперь попросим, Вав, чей? Евгений, у нас Евгений. Евгений, давайте. И чтобы были эти слова, все эти, которые я заповедую. Я заповедую тебе сегодня на сердце твоём. На сердце твоём, да, совершенно верно. Так, спасибо, Зайн, он немножко сложнее. Кому мы поручим? Наверное, я, да? Моя очередь. Да, мы не получим, поручим, да. Зайн. Сначала, моя любимая грамматика, да? Когда мы в середине слова, как вот здесь, имеем два шва подряд, да? То второй шва – это звучащий шва «на». Ув-шо-х-э-бэ-ха, шо-х-бэ-ха, да? Или вот, например, здесь ув-лех-ты-ха. Очень короткое «э» после «т». Да? Это раз. И вот здесь это камаз «каца», камаз, который читается «о», как, например, в слове «коль». Откуда мы это знаем? Это закрытый, безударный слог, так называемый. Да? Теперь перейдем к переводу. И повторяй их, имеется в виду слова, сыновьям твоим, и говори в них, то есть говори их эти слова, сидя в доме твоем, и когда ты идешь дорогою, и ложась, и вставая. Несколько слов я все-таки добавлю здесь относительно, значит, вот этих форм. Бэ-шиф-ты-ха, ув-э-лех-ты-ха, ув-шо-х-бэ-ха, ув-умэ-ха. Понятное дело, что корни здесь глагольные, да? Я перевожу их деепричастием, но по сути это одна из четырех форм неабсолютного инфинитива. Мы знакомы с инфинитивом, который начинается с буквы лэ, например, лэ-ла-шэвет, да, сидеть. На самом деле ла-шэвет это нечто вроде для того, чтобы сидеть, или чтобы сидеть, да? Есть еще три формы инфинитива, есть ка-шэвет, бэ-шэвет и ми-шэвет. Здесь использовано бэ-шэвет, это в то время как ба-шэвет, это буквально сидя. Но здесь написано не совсем это, а написано бэ-шиф-те-ха. То есть добавляет еще указующий местоименный суффикс, который показывает, кто именно сидит. То есть при сидении твоем. То есть сидя, это будет неполный, точный, но неполный перевод, да? Смысл, когда ты сидишь, так? Когда ты сидишь в доме твоем, и когда ты идешь дорогою, так? И ложась, и вставая, вот, когда ты ложишься, и когда ты встаешь. Теперь мы ожидаем, что, если сказано, при сидении твоем в доме твоем, так? И когда ты идешь, наверное, дорогою твоею, да? Но написано просто дорогою. Что подчеркивается здесь? Когда ты занят каким-то делом, не для себя, не для своей пользы, да? И настало время чтения шма. Ты имеешь право читать шма, не отвлекаясь от основного занятия, потому что платят тебе, ты продаешь свое время, свое рабочее время. А если ты потратишь несколько минут на чтение шма, да? И тебе эти минуты оплатят как рабочее время, да? В то время, как ты не работал, да? Это будет воровством. Поэтому разрешает, во всяком случае, Мишна, я сейчас не говорю Аллаха, читать шма, не отвлекаясь от дела. Например, работники читают даже на, строители читают даже на лесах, на строительных лесах, да? Если вот застало время шма. Но если ты занят своим делом, если ты делаешь что-то для себя, да? Ты имеешь право остановиться, потому что у себя ты время не воруешь, да? Чтобы прочитать шма, сосредоточившись, да? И после этого продолжить свои занятия. Так, теперь корень шанен, тот же корень, что в слове шин, это зуб, да? Повторять, оттачивать, как оттачиваются зубы при жевании. Шанен, так? И шахав, да, это лежать. Имеется в виду ложиться спать, ложиться в кровать, да? Шохев, шахав. Так, первая, самая первая мишна в трактате «Брахот», да? Занимается выяснением вопроса, а когда это время, когда наступает? Начинается время вечернего чтения шма, и когда оно заканчивается? И вот по поводу вот этих слов, уложась и вставая, да, сталкиваются два мнения. Одно, что я имею в виду, в то время, пока людям свойственно идти и ложиться спать, да? Другое мнение – это весь промежуток времени, когда людям свойственно спать. То есть практически всю ночь, да? И на Аллаху, то есть практический закон, да, выводится, что это первая треть ночи, да? То есть от момента захода, не захода солнца, точнее, а выхода звезд, да, до третьей времени тьмы. Ну, вот примерно так, я бы сказал. Так, ну, я много сказал всего, что вокруг. Это был Зайн, а теперь Хэт, пожалуйста, Анна. Если есть вопросы, задавайте по ходу. Так, а у нас Людмила пришла, пускай Людмила почитает. Людмила, замечательно, убираю курсор. А пускай Людмила почитает еще одну строчку. А, давай. Афтам, альмазазот, бейтеху и шареха. И украшением украсят тебя... Нет, шартам, кешер. Кешер, принежите. А? И привяжи их. А, и привяжи их. Л, л, от. Л, от, слово от, означает знак и означает буква. А, знаком. Да. На твою руку и будут, вот, вот, афт, украшением, да? Ну, можно сказать, украшением, можно сказать, знамением мы. Просто это слово, которое только здесь встречается в тонах. Между твоими глазами. Да, да. И напиши их на мезузах. Как это? Мезузы – это буквально косяк, косяк. А на косяках дома твоего и ворот твоих. И на воротах твоих. Да, да, да. Совершенно верно. Значит, традиция говорит, что здесь дается заповедь. Тфилин ручной, то есть слова, привязанные на руку. Тфилин головной. Они находятся между глазами твоими, точнее, на линии, проходящей вертикально, а ровно посередине головы. И о заповеди мезузы, то есть маленький свиток с пергамента, на котором написаны два первых отрыва, который прикрепляется к косяку дома. Да, спасибо. Это первая часть ШМА. Вот сегодня мы ее разобрали. Это весьма большое достижение, потому что мне приходилось сталкиваться с тем, что человек, приходящий в синагогу, знает, как читать ШМА. Он помнит наизусть, как произносить звуки. С одной стороны. С другой стороны, он знает, о чем говорится в ШМА. Но он не соотносит вот эти две вещи. То есть они как бы записаны в разных участках мозга. И вот на уроке вдруг оказывается, что вот это слово мезуза, это и есть мезуза, которая у меня дома действительно на косяке. Даже я ее прибивал. Сам прекрасно помню. А вот это вот. А, это ядеха. Это рука. Правда. Ведь яд. Это рука. Человек делает для себя вот такие открытия. Так. Спасибо, Людмила. Так, теперь... Так, Анна, кому мы передаем микрофон? Тимофей. Тимофей. Да. Переводим. И будет, когда придешь ты, приведет тебя Всевышний твой в землю, которую клялся отцам твоим, Авраму Цхаку Якову, дать... Дать тебе. Бухвально тебе. Да, дать тебе. Бухвально тебе. Не обращай внимания. Одинаково-то, да? Окей. А именно? Дать тебе города большие и хорошие, которые не строил ты. Которые ты не строил. Правильно. Да, 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 да. Всевышний передает города уже. Строенные города, народов, которые не имеют права оставаться на этой земле. Всевышний их изгоняет, а города достаются тебе. Да, верно. Спасибо. Так. Теперь Юль Альев. Пожалуйста, чей? Так, Людмила была, теперь Юля. Юля. А вы не читаете? Аня, вы не читали, по-моему. Я пропускаю ход сегодня. Ага. Пожалуйста. Ага. Так, сейчас, секундочку. Юдарев. У Батим, да, вот это... У Батим, да. Так, сейчас, секундочку. Я просто с книжки читал. У Батим... Мэ, лейм, кольтов, ашер ло... Мэ, лэ... Мэлэта, у роборо, у воро... Га, цувим, ашер ло... Гацавта. Гацавта. Гацавта, кэ раммм, вэ, зэддім, ашер ло... Гацавта, вэ, ахальта, вэ, сав... Гацавта. Гацавта. А, сав... Гацавта. Гацавта, да. Получается... Гацавта, да. Гацавта, да. Полная всего добра, ну, всех хороших вещей, кольту, которые ты не наполнял. Гацавта. И... Так, сейчас... Бор. Бор, да. Бор, вот, это кто? Сейчас я хочу... Это... Ну, посмотрите, как у себя. Это как... Это типа... Как это? Это вода. Это вода. Да, это хранилище воды, точнее. Это водосборник. Есть слово БР. Это колодец, в который вода прибывает сама. А есть слово БОР, куда воду сливают, да, и там ее хранят. Так вот, выкопанные эти вот... Да, вот выкопанные, да. Высеченные, точнее. Которые ты не копал у Гацавта. Да, да, да. Кромим, а слово Кэрем, да. А, вы виноградники и оливы, которые ты не... Так, это... Не сажал. Не сажал и... И будешь есть во переворачивание в будущее время. А, и будешь есть, и будешь сытый. Будешь удовлетворенный. Как у Стругацких, да, желудочно неудовлетворенный. Но ты будешь... Помните, был такой, да? Да, хорошо. Кэрен, Зай, Ната, Линтуа, Нотариат. Сюда имя Нета. Теперь уже знаменитое имя. Да. Так, и будешь есть и насыщаться. Так, спасибо, Юлия. Теперь Евгения у нас давно не было. Евгения, да, Евгения. И Шамер Леха, Пен Тишках, Эт Ашэм, Ашэр О Цияха, Мээрц, Мицраим, Мэйбэйт, Авадим. Авадим, да. Так, и, так сказать, вот берегись, то есть береги себя, береги себя, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Совершенно верно, да. Очень точно здесь сказано, потому что именно когда все хорошо, людям, собственно, забывать о благодарности. Да, спасибо, Евгения. Теперь Юд Гимел Чейм. Ваш. Мой. Эт Ашэм Элокеха Тира, Веотто Таавот, Увишмо Тиша Веа. Всевышнего Бога Твоего, страшись. Здесь корень Ир А, Юд Рейш Алеф. Есть другой корень, со значением «видеть» из других букв состоит, но здесь именно о боязни идет речь, точнее о страхе почитания, боязни сделать что-то не так, как он предполагал, как он велел. И его буквально работой, то есть ему служить, значит, о вед, о вед, о то, значит, служить ему, так. И именем его Тиша Ва, Калянись, да, у нас было слово Нишба, по-моему, два раза уже в этой главе, да, поклялся, а Тиша Ва – это ты будешь давать клятву. Слово «клятва» имеет корень «шин бет айн», в отличие от слова, которое только что у нас было, насытится, да, «син бет айн», да, но это действительно разные корни, потому что «шин» и «син», хоть это и одна буква, но эти две формы не переходят одна в другую, так. Значит, город Бе-Эр-Шева, иногда его переводят как «колодец семи», на самом деле правильный перевод «колодец клятвы», потому что объясняется именно вот эта этимология в книге Бе-Эр-Шева. Так, благодарю сам себя, очевидно, так. А можно вопрос, а вот это вот последнее сказано, что именем его клянись, ведь это же митство, да, это же заповедь, ее нужно исполнять, а как она может быть исполнена? Я не уверен, что это заповедь, надо почитать комментарии. Дело в том, что это может быть просто разрешение, либо запрет чего-то другого. В чем вообще, что такое клясться именем Бога, да, и каково отношение к этому? Когда человек религиозный, придерживающийся, скажем, какой-то определенной религии, обещает что-то и при этом говорит, да, пусть накажет меня мой Бог и называет своего Бога по имени, да, этому следует верить, даже если речь идет о идолопоклоннике, если он называет именно своего Бога, Бога, в которого он верит. Потому что, потому что человек сам верит в это и знает, что такое, да, таки, случится, если он не исполнит свои клятвы, да. Теперь, для евреев единственным Богом является Всевышний, да, и если евреи следуют поклясться, то надо поклясться именем Бога. Теперь, отношение к клятве таково, лучше не клянись, да. Тем не менее, если тебе необходимо клясться, то ты должен поклясться именем именно своего Бога, да. Теперь, есть определенные ситуации, согласно Талмуду, когда принимается клятва человека, да. Без клятвы, скажем, не принимается. Ну, например, Анна одолжила мне на время отъезда какое-то свое имущество. Анна, что вы мне одолжите? Березун? Ну, допустим, стиральную машинку, да. Анна возвращается из поездки, приходит ко мне забрать стиральную машину. Я говорю, вы знаете, Анна, пока вас не было, меня обокрали. Украли очень много моего имущества и, в числе прочего, украли вашу стиральную машину. Так, как Анна может это проверить? Анна может обратиться в Бейт-Дин, суд, который судит по закону Торы. Бейт-Дин должен обязать мне поклясться, что стиральной машины нет в моем распоряжении, нет на моей территории, да. Так вот, Анна говорит, что во многих случаях человек, попавший в такую ситуацию, предпочитал отдать стоимость пропавшей вещи, нежели поклясться. Хотя он был абсолютно уверен, что так оно и есть, так оно и говорилось. Дело в том, что если... Я уверен, что стиральная машина в числе того, что украли у меня, да. Но вдруг выясняется, что пока воры несли украденное по моему двору, да, они обронили стиральную машину, решили ее не поднимать. То есть она находится где-то на моей территории, а я об этом не знаю, а я поклялся именем Всевышнего. Получается ложная клятва, за которую очень серьезное наказание свыше, с небес, да. Поэтому в некоторых случаях, да, лучше было не клясться вообще. Вот такое отношение к клятве. Но здесь говорится, скорее всего, о разрешении. То есть если тебе необходимо поклясться, если от тебя это требуется, да, то клянись именем Бога. Да, на здоровье. Юдаля теперь чей? Анна, берете? Да, беру. И не следуйте за божествами чужими, как за божествами, ну, как, например, за божествами. Из богов народов, которые кругом вокруг вас. Вокруг, совершенно верно, да. Телехун, буквально не ходите, не следуйте, да. А что такое свива? Окружение как окружающая среда. Мы знаем слово свивон. То это волчок, потому что он крутится. И так вот вокруг тебя. Окружение, да, местность и окрестность. Да, свивон. Спасибо. Так. Спасибо, Анна. Теперь Тимофей, да? Тет-Вав? Тет-Вав. Съехал. Что-то не важно. Тет-Вав. Да. Да. Потому что Бог ревнитель, Всевышний твой, всереде твоей. Да. Чтобы не возгневался, Всевышний. Не разгорелся к ядам. Да. Бог твой к тебе. И чтобы не снес. Истребил, Истребил, уничтожил. Истребил с поверхности земли. Да. С земли. Совершенно верно. Совершенно верно, да. И Шмид, да. Шмад, уничтожение. Отсюда известный лейтенант. Спасибо. Спасибо, Тимофей. Все правильно. Так. Тет-Зайн чей? Так. Так. Людмила. Людмила. Слушаем. Лот-Тен-Асу. Это Ашэм Лакэхэм Кашэр Ниситэм Бамаса. Маса – это имя, собственно, название местности, да. И не будете пробовать, ой, или что это? Испытывать Всевышнего. Испытывать Всевышнего, когда… Кашэр, как. Как испытывал он вас, да? Нет. Как испытывали вы Ниситэм. А как испытывали вы в Масе. В Масе, совершенно верно, да. От слова «нун», значит, «нун самых носа», «нун самых гей», да, от этого корня, слово «несуй эксперимент», «несуй опыт», «опыт наработанный», да. Скажем, у меня есть опыт преподавания, 40 лет. Это «маса» тот же корень, да? Нет, корень, есть еще слово «маса», которое означает «поход передвижения», да. Там «синт», да? Там «синт», нет, нет, там «самэх», но там «аин», «маса». От слова «носеа» – ехать буквально, да. А здесь это испытывать, пробовать, «несуй», «несайон», да. Не испытывайте, да. А что происходило в Масе, помните вы, да? Ну, когда вышли люди из Египта, стали жаловаться, что пить, пить нельзя, пить нет, еды нет, питья нет. Да, 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 что мы пить будем. Насчет воды, воды не было, в общем, жаловаться. Да, да, да. Именно, именно пробовали мы, как это называется, Всевышнего на что? На прочность. Ну, да, допустим, так, да. А про перепелки где было? Не там же, нет? А это как это? Как это называется-то? Могила, могила прихоти. Кеврата Тава. А, Кеврата Тава. А Тава. Было много раз, да? Сорок два раза считается было бунт. Вот эти бунты, бунты были на сорок лет, сорок два. О, боже мой, да. Вот такие мы такие, да. Сорок два – это с едой и с питьем связано или еще? Вообще, вообще всех, всего по совокупности. Все, едой и питьем со всеми, со всеми. То есть, примерно каждый год по бунту? Ну, да, в общем, да. Ну, там неравномерно было, но в среднем так, да. Все вместе, бунт разведчиков и бунт короха, все это туда же вошло. Все хороши, да, все хороши. Так, Юдзайн, пожалуйста, чей? Так, Юля. Юля. Храните хранение, храня, храните. Можно так, да, да. Митзвод Всевышнего и его свидетельства. И законы, которые повелел. Которые велел тебе, да. Хотел спросить, носуй, вы сказали, тот, который женатый, там другой корень, да? Нет, там другой корень. Там через стин, да, и алиф. В слове носуй, почему-то этого алифа нет, а в слове носуа, замужняя, есть. Но там корень носа, как примерно носить, как ноша. И слово носи, президент, тоже от этого корня. Нисуин, через син мы пишем, да. Тоже оттуда. Спасибо. Да, Юля, пожалуйста, вам спасибо. Теперь Юд, чего? Юд, хэт, Евдений. Ва асита, а яшав, вы атов, ба, эйнай ашэм. Эйнэй ашэм. Ли маан, я, 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 тав. Итав. Итав. у вата вата ва я рожда а то во ашер нежба ашем вот ты их и делай будешь делать буквально да справедливое и хорошее в глазах всевышнего то есть будет сделать то что справедливо и хорошо именно в глазах всевышнего чтобы было хорошо тебе и чтобы ты пришел и кираж овладел овладел землей хороший добрый которую которую поклялся всевышний отцам твоим да да спасибо спасибо так это был день и теперь иуд тет ваш иуд тет мой да лагадов оттеснять отталкивать имеется ввиду не допускать их на твою территорию отражать всех врагов твоих от лица твоего как говорил всевышний действительно бог обещал что если мы будем себя вести правильно то никакие враги нам не страшны дам благодарю сам себя так и и когда спросит тебя завтра в будущем сын твой говоря что это за свидетельство и заповеди и постановления которые всевышний приказал всевышний бог наш повелел вам обезовалась да она конечно же помнит откуда эти слова да пасхальном сын спрашивается да это первый из словей который называется хахам мудрый сын мудрый сын задает именно такой вопрос спасибо она и теперь каф алиф это ответ что надо ответить мудрый сыну кто прочитает тимофей тимофей и вывел нас всевышний с египта рукою сильной совершенно верно Анна это вы расставляете кавычки в прямой речи да это я просто чтобы мы поняли где пасхал сделать совершенно верно да 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 дело в том что вот вот этот знак припинания двоеточие да перед прямой речи да на него очень похож знак вентиляции сопа сук окончание фразы и во многих изданиях ставится вот традиционно сопа сук да да два ромбика такие вертикально и когда человек не сведущий смотрит на этот текст ну то принимают за двоеточие вот как можно практически в каждой фразе каждой строчке прямой речи почему мы этого не слышим в переводе а это всего на все вместо точки так спасибо теперь кавбет мы передаем так Людмила Людмила вы 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 тен ашем от от у мов мов тим кто лим вы раем вы не цираем бе бе паро у бе холь бейто ле эйнену и и дал всевышний знаки точно и знамения да будем считать да большие и раим плохие страшные плохие да страшные в Египте да в доме фараона просто на фараоне да на примере фараона смысл да и во всем его доме да глазам нашим да прямо на наших глазах мы это видели да дом фараона да вы помните например все они были лад просто раньше вроде говорили что паро это был сам дворец а потом уже стали называть уже правителя паро да я тоже читал что у нас вы имеют титул фараона сначала название да дом большой дом или большой дом что-то такое в переводе как-то там с каких-то египетского языка с какого-то а потом уже титул да интересно я хочу сказать по поводу слова от тот слово от имеет значение буква и знак да в принципе мы понимаем что это одно и то же но множественное число от от которая буква это от тьет а от слова от который знак это от тот от тот о мафтим мы говорим о благословении вечернего шмада да да чудеса и знамения чем чудеса отличаются от знамений от это некое чудо то есть нарушение фундаментального закона природы который не является наказанием для фараона а муфет он является еще и наказанием для фараона и для всего эгипта первые три чудо были именно от тот да и если бы фараон послушался если бы то наверное не подвергся бы он наказание да это то что было дано моисею показать фараону еще до того как начались казни египетские а теперь пожалуйста спасибо вам Людмила как мы передаем Юля Юля па-бэ-о-тану уция мишам лиман хави утану латетлану этарет сашер нишба ла-а-а-ву-тену и это эт плюс окончание да да ну да это кого чего ну это нас нас буквально нас отцы да вытащил да и извлек оттель да для того чтобы привезти нас и дать нам авиац на ту страну которую обещал поклялся как бы нашим нашим отцам да Юля замечательно совершенно верно так хав далят пожалуйста Евгений Евгений да ва ец еца вэну ашэм ля аля сот эт коль ху хуким аэле ле и лейра эт ашэм эло гейну ле льэтрог ляénу коль ха ёа нйм ве ха ётэну к к а ёем А.З. Да. В И.Т.А.В.Н.У. Да, давайте по другому. И.Т.А.В.Н.У. Да, приказал нам. Приказал нам. Приказал нам Всевышний делать все уставы. Все уставы эти, чтобы бояться Всевышнего Господа. Бога Нашего, чтобы было хорошо нам во всей жизни. И.Т.А.В.Н.У. Да, дать нам жизнь. А.В.Н.У. 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 Как сейчас. Да, как сегодняшний день. Да. Так. Да, спасибо, Тимофей, все правильно. Так. И последний. Это не Тимофей, это Евгений. А.В.Н.У. 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 Супкин? 11. Стоит нам сегодня их разобрать или оставим их на следующий круг? Ну, теоретически можно попробовать. Ну, не знаю, как у кого, кто как, кто как хочет. Время у кого есть время, кто как хочет. Ну, смотрите, время у нас уже, в общем-то, нашло к концу. Ну, в общем-то, конечно. Разве что, если хотите, давайте я вам по-быстрому попытаюсь вам их рассказать. Ладно, оставим на следующий. Давайте оставим, чтобы была у нас зацепка еще снова собраться. Давайте так. Так, еще раз спасибо Анне, которая подготовила для нас материал. Замечательно. Вот. И спасибо всем присутствующим. Приходите еще. Спасибо. Да, Роман. Спасибо. Мы тогда на этом закачиваем. Всем спасибо. Хотел сказать, что я, для тех, кто мне это интересно, я продолжаю публиковать и в нашем чате тоже мои переводы, комментарии Рав Ханан Парата к недельным разделам. В конце каждого публикации есть текст на иврите, так что кому интересно, может это посмотреть. И в дополнение тоже есть тоже пост еженедельный Рава Шерке. Там, может быть, с точки зрения изучения евреи это интересно, потому что там видео, на котором Рав, естественно, говорит на иврите, а там есть титры, титры, да, сабтайтлс, и, соответственно, текст в переводе на русский. Окей. Так что тоже со слуха понимания. Мы слышим еврейский, читаем по-русски, можем сравнить, да? Да. Окей. Да, это весьма полезно бывает, Да, спасибо. Окей. Ну, хорошо. Тогда всем счастливы. До новых встреч, товарищи. Всего доброго. Счастливо. Счастливо. Пока.